В сфере здравоохранения и общественное уже настолько кипичны, что, наверное, законодательное собрание собирается реже, чем встречается здравоохранение с общественными. Чем встречаются друзья там. Да, я думаю, что стали друзья. Что хотел бы обозначить, и опять же, господин, наверное, заявленная тема общественной контроли. Ну вот, может быть, опять же, последняя капля для меня там уступления Олега Юрьевича. В моем понимании понятие общественный контроль – это понятие постоянного мониторинга того, как развивается среда. И в этой связи решение вопроса по форме, оно вторично. То есть принятие закона, что это будет, нацпалата, или это будет СРО, или еще какие-то иные формы. И вот в этой связи, на самом деле, принципиальный вопрос содержания работы общественной контроли. Опять же, в силу своей работы могу сказать, что обращений идет, понятно, что достаточно много, они все точечные, и слава богу, взаимопонимание с департаментом в этой связи всегда находится, потому что ответы получаем, понимаем, насколько объективна или необъективна ситуация. Но, опять же, главное, это достоинство не только в том, чтобы помочь конкретному человеку в решении конкретного вопроса, сколько, может быть, помочь департаменту, помочь администраторам выявлению вот этих больных точек. То есть мы с вами прекрасно понимаем, тем более говоря, здравоохранение, даже на нашем обывательском уровне, что лечение болезни требует определенного времени. То есть нельзя завтра обрить, съел таблетку, и завтра тебе стало хорошо. Если съел таблетку, и стало хорошо, то, скорее всего, вероятность того, что болезнь запущена, может быть. Или не болел. Или не болел. А не умер. Мы, вроде как, признаем, что здравоохранение, почему и подверглось модернизации, потому что все-таки признаки болезни были. Эти признаки достаточно системные. И вот в этой связи, как раз на самом деле, правильно и на этой связи было бы говорить и обсуждать конкретное содержание общественного контроля в том, как оно может быть реализовано. И очень приятно в связи с этим посылом Миклия Александровича, который конкретные вещи сформулировал. Я, честно говоря, как депутат тоже хотел бы реализации учреждения здравоохранения и поучаствовать в общественном контроле, не потому что я хочу накопать, а потому что процесс выздоровления, здравоохранения, процесс его и приятным видеть, его и более понятным, более такой комплексный системный подход. В этой связи, опять же, отдельные всплески и отдельные критики, которые поступают, это, наверное, как иммунитет. Они должны быть, потому что они формируют иммунитет. Другое дело, что на них, наверное, все-таки и всем администраторам тоже нужно адекватно реагировать, потому что одна из тем, которая возникла в ходе последних разговоров, это тема неадекватной реакции. Я думаю, что это вопрос технического плана, и он тоже решает. Поэтому мое предложение и, наверное, посыл взять за основу, может быть, в качестве старта, предложение Дмитрия Александровича по поводу наблюдательных советов, общественных советов и отдельных учреждений, и вот в качестве первого такого пилота попробовать его пообсуждать, посмотреть, во что это в реальной практике выйдется, и, исходя из этого, уже искать и понимать, что еще осталось с точки зрения, что это неохвачено, и искать модели, искать пилоты уже в этих вопросах. А то, что в данном случае и департамент, и первый зам гибернатора, курирующий данную тему, открытый, но это лишь способствует тому, что все-таки конструктивного взаимодействия может казаться больше, нежели вот такого расшатывания и обострения этого вопроса. Потому что, еще раз говорю, все мы с вами понимаем, что в один миг махину под названием здравоохранение не вылечить, не развернуть. Понятно, что есть множество проблем, и кадровая проблема, и здесь, как говорится, тоже определенная вилка, когда, с одной стороны, мы понимаем, что есть определенная категория врачей, которая в силу каких-то личных качеств и так далее, может быть, не совсем соответствует современному требованию медицины, но, с другой стороны, есть другая проблема, где взять этих врачей. И поэтому вот в такой ситуации тоже нужно выход искать. И выход, на мой взгляд, может быть, и как развитие темы общественного контроля с выходом на конкретные какие-то идеи. Да, там, закон об образовании мы все ждем, когда все это изменится, но предположить, что после этого вот закон приняли и началось блаженство, то, наверное, тоже особо не приходится. Да, там есть. То Дмитрий Александрович, там, не раз и не два, депутатам рассказывал о том, как работа ведется в ВУЗах, и когда, вроде бы, идут правильные посылы, идет со стороны государства, система стимулирования специалистов на то, чтобы они ехали работать в сельскую местность, где наиболее острая проблема с печами, да, и она тоже не дает 100% результата, и даже 50% результата. Понятно, что, значит, материальных стимулов мало. Нужны еще стимулы другие, стимулы общественные. И вот это еще одна из тем, еще один, наверное, из таких моментов. Много мы говорим о том, что нам надо возвращать статусы бюджетных профессий, учителей, врачей, работников культуры. Ну, вот, собственно, на мой взгляд, тоже как площадка, как почва для того, чтобы, с одной стороны, и организовать общественные контроли, а с другой стороны, и организовать и совместную работу. И общественные палаты, и администраторам, и всем, кто, собственно, заинтересован в том, чтобы здравоохранение скорее стало намного. Спасибо большое, Михаил Вячеславович. Я не государственный. Очень приятно. И ни к чему не появилось. Вычтем. Анатолий, можно вопрос, Михаил Вячеславович? Как насчет все-таки приглашения председателя комиссии по здравоохранению общественной палаты на заседание профильного комитета? Так, они у нас, собственно, открыты. Ну и наоборот, естественно, взаимно. Здесь нужно отдельное приглашение, там, ну, там, хорошо, я приглашу, но они у нас достаточно открыты, и, собственно, могу проанонсировать, мы с Дмитрием Александровичем договорились, что предстоит встреча, расширенное заседание комитета по социальным вопросам, как раз по теме здравоохранения, она будет открыта, расширена, соответственно, ждите анонсов. Ну, на самом деле, я вот хочу прокомментировать, я, насколько вот чувствую, вот, не только в сфере здравоохранения, вообще во всем сферам взаимодействия, у нас в общественной палате нет проблем не с правительством области, не с законодательным собранием, в вопросах путей взаимодействия. Есть проблемы с содержанием. В этом смысле я некоторые люди там поддерживаю, да, значит, то, что сказал Дмитрий Александрович, то, что у нас очень часто все, мы уходим больше на эмоции, плохо, а что хорошо должно быть. К сожалению, вот несколько раз были по различным моментам, когда обсуждали вопросы, в том числе запрета продажи алкоголя, какие-то другие вопросы, мы обращались к профессиональному сообществу, людям, кому-то было неинтересно, допустим, ограничение продажи алкоголя. Я говорю, хорошо, вы осознаете, что есть проблема, что действительно, оно повалено от меня, ясно, да, есть проблема. Вы, как граждане этого города, этой области, вы хотите исправить ситуацию, да, но при этом вы хотите, чтобы была, и у вас тоже выручка. Вот давайте вы предложите общественной палате людям, простым гражданам, какие-то выходы из этой ситуации. И с этим предложением мы выйдем в правительство, будем говорить, давайте не будем ограничивать воскресенье, но будем делать то-то, 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 что нацелено на увеличение, скажем так, культуры питья, там, еще что-то. То есть я привожу пример. К сожалению, спрос есть, но предложения нет. И вот там, смотрите,